здравствуйте в эфире программа азбука потребителя с вами мария бодрова сегодня продолжаем говорить об окрашивании волос почему так вредно покупать краску в магазинах косметики зачем девушки обязательно нужны кухонные весы и почему так опасны спреи для осветления волос разберемся по буквам ксения головина враг номер один некачественной косметики и хороший друг тех кто следит за собой уже много лет она отнимает у одних возможность нажиться на незнании и экономит средства тех кто готов платить за свою красоту специально для зрителей программа азбука потребителя ксения продолжает раскрывать секреты окрашивания волос речь пойдет о тех кто в погоне за красивой прической покупается на удочку рекламы идет в магазин и покупает обычную краску но никогда не говорится о том что вы ставите такую маленькую пометочку то есть вы расписываетесь в таком договоре что до свидания волосы если сегодня вы получаете результат то через время вы теряете качество об этом не будет говорится потому что здесь стоит свойство на том что вы должны достичь результата вы сегодня хотите стать там покрасить единым профессиональные красители тоже бывают разными жесткими и мягкими чтобы разобраться в этом все таки необходимо погрузиться в тему почитать отзывы в интернете пообщаться с профессионалами в непрофессиональных то есть бытовых красителях содержится огромное количество мяко это вещество разрушает кутикулу волоса не позволяет сохранить качество зато делает цвет мастер сталкиваясь с таким красителем уже на волосах не может создать красивый цвет не может его вытеснить потому что он достаточно тяжелый она уже используют красители более мягкие даже тот же порошок он будет мягче чем тот краситель который вы купили в магазине вы отправляетесь в магазин за обычной краской производитель не видит ни вас ни натуральный цвет ваших волос ни процент седины в волосах не может оценить натуральные у вас волосы или ранее окрашенные результат вы хотите получить совершенно конкретной стойки красивый цвет который демонстрирует модель на коробочке с краской и производитель об этом знает каким образом можно получить такой результат например увеличив процент окислителя или добавив краску не самые полезные компоненты соли тяжелых В среднем окислитель обычных красителей завышен примерно на 3%. Если бы в салоне мастер применил 9% окислитель, в обычной краске будет окислитель не меньше 12%, а то и больше. Чем это чревато пересушенными ломкими тусклыми волосами невнятного цвета? Оксид здесь нужно брать выше, чем 3%, но ниже, чем 9%. То есть самая золотая середина – это идет 6%. Повторное окрашивание волос на высоком проценте окислителя может стать вообще последним, особенно если мы говорим о светлых тонах. Ведь растворять натуральный пигмент нужно только на отрошем участке волос. Окраску рекомендуется наносить по всей длине, пусть и через 20 минут после окрашивания корней. Все равно за время смесь не станет менее агрессивной и может сжечь ранее окрашенные волосы. Именно по этой причине у многих блондин, которые красят волосы сами, сухие, как солома, истонченные волосы грязно-желтого цвета. Как колорист я знаю точно, что любой процесс осветления, окрашивания должен смываться всегда с шампунем, всегда, чтобы остановился процесс окрашивания. Красить волосы на дому можно только если вы шатенка или брюнетка. Окрашивание в блондинку потребует специальных навыков, поэтому либо вам придется экспериментировать несколько раз с цветом дома, либо обратиться к профессионалам. Окрашивая волосы дома, используйте ингредиенты состава краски строго по инструкции, добавляйте ровно столько красителя, сколько указано в инструкции. Не нужно экспериментировать с компонентами, так как результат может быть непредсказуем. Если вам порекомендовали определенную пропорцию для окрашивания, то есть блонда, либо создания какого-то оттенка, то необходимо это все выберить полностью на весах. Это позволит создать тот цвет, который бы хотелось бы. Также очень важно знать, что теплые оттенки краски ложатся на волосы сложнее, поэтому для домашнего окрашивания предпочтительнее холодные оттенки, выбранной вами цветовой гаммы. Выбирая цвет для окрашивания, следует также учесть, что темные цвета могут вас визуально состарить, рыжие быстро выгореть и неестественно смотреться на седых волосах. Еще больше полезной информации в следующих выпусках программы «Азбука потребителя». Смотрите нас на официальном сайте и в эфире телерадиокомпании «Губерния». Продолжение следует...